и оперный театр боли ведра в подарок красиво самый конченый рынок в литве тут одни говно данную нахер что старое масло залил если ремонтировал заклинившие суппорта колесо хер проверю рама уже сыпется лохмотья короче полный труп друзья всем привет это третья заключительная часть очередной поездки за автомобилями для засу напомню что в предыдущие поездки мы купили уже несколько автомобилей как по факту оказалось что совсем нифига не тех нужно нужно было купить автомобили определенные мы купили несколько они поехали в украину один из них сломался к слову кто не видел вот можно пойти по ссылке сходить и посмотреть чем все это закончилось еще это так воняет курочку от картошкой пахнет их такой он охотничий охотничий да простите был напуган не знаю как этой херней пользоваться пока мы монтировали этот сюжет машины которые мы привезли на прошлой неделе они уже сделаны имеется ввиду обслуженные они уже пошли на передке они уже отрабатывают там спасают жизни наших парней так вот почему рама важно вот в следующем сюжете вы посмотрите и поймете почему это важно мы не просто так заморачиваемся когда мы выбираем целую раму автомобиля потому что у автомобиля для военных тут есть несколько аспектов это рама двигатель ходовая остальное неважно друзья помните в начале войны когда все еще считали потери все прекрасно понимали тогда и прекрасно понимают сейчас что самые большие потери несет именно наступающая сторона это к чему все рассказываю наступающая сторона сейчас это мы я понимаю что все привыкли к войне и жизнь очень сильно ухудшилась но сейчас самое время помочь военным ну если конечно мы не хотим отдать кусок своей родной земли лично я не хочу чтобы сюда пришли русские и рассказывали мне чего делать поэтому я вас прошу пусть не нам пусть всего пару гривен но перешлите в помощь военным это очень сильно поможет а я напомню что в эту поездку нам нужно найти либо l200 либо навару больше никакой автомобиль не подходит реквизиты внизу ссылочка не будь то байдужим в общем видео из разряда если долго мучиться что туда получится ну в нашем случае не что-то получится получится возможно хорошо что есть варианты турники рисуются такими неплохими значит первый который свежачок только вот недавно он обновлен в смысле не обновлен а предоставлен он попал сегодня с утра объявление час 31 фотографии были вечерними а сейчас фотографии уже днем сфотографированы и машина очень неплохая единственный минус этого автомобиля его стоимость шесть с половиной тысяч евро с учетом того что его продают перекуп я очень не уверен что он его продаст дешевле машина немецкая машина без номеров еще надо будет регистрировать по ней будут дополнительные расходы но если второй вариант который мы уже практически сутки но он очень дорогой хозяйская тачка очень зачетно есть лебедка есть шноркель то есть на ней можно нырять по стекла в воду есть сзади какой-то импровизированный железный багажник рама не ржавая вот что важно при такой раме человек обещает что двигатель классный уже стоит грязевая резина но она такая не 11 миллиметров остатка то есть грубо говоря это ни о чем но всем мать его тысяч евро это сильно дофига но ничего другого нету согласовано и принято решение ехать смотреть поэтому один автомобиль в укмерге второй автомобиль в мариамполе собираемся едем даже издалека видно что машина очень зачетная нет дорожный просвет я не знаю сколько но сантиметров 40 как за здрасте вот со 150 метров видно что машина прикольная ну конечно может быть я ошибся сейчас конечно посмотрим доброе утро типа поворотники так сделали это туман лебедка на пути или нет когда будет садиться то видно да а можно дешевле но без лебедки я так понимаю вы все равно охотники вам эта штука наверняка понадобится боли ведра в подарок красиво солярку туда наливать где-то 11 миллиметров расставки стоят такие человеческие травма здесь хорошая домкрат запаска все это есть да паска есть но не вожу собой ну а наш комплекте идет зимние колеса к нему нет зимних не было зимой я год до 15 тысяч приезжал масло поменял 200 километров назад задние усиленные рисеры сзади поставим дополнительный лист 3 40 я не заметил я на раму больше смотрел ага вижу да 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 это от газика очень хорошо подходит амортизаторы амортизаторы 4 на 4 стоит береги тоже домкрат есть есть уханка будет уже не лучше нежели и nissan на охоте да потому что буханка будет только этот кузов и и рама остается а мосты двигатель раздатка патрон какой-нибудь нет лендровый дискавери и пневму туда да не обычная пружина старый дискавери старый 25 который так себе моторчик если честно ну это 200 на туда и хорошие тут пороге не отваливается зато не замыто и честно в общем-то мотор то сухой ну что теперь надо попробовать теперь надо попробовать как он едет блин гребется хорошо так сейчас мы полный привод тестируем и надо бы опустить и посмотреть на переднее колесо думаю не уронил камеру да вижу в зеркало что гребется и теперь включаем еще понижайку и на пониженной пониженная тоже гребется единственный момент не работает кондиционер хотя он предупреждал об этом что еще люк здесь врезанный вставленный типа вот так эта штука работает ну люстра тоже есть машина очень ухоженная так так машина была чистая неудобно будет отдавать придется покупать грязь глина лужи несет вот если бы этот автомобиль был бы в личном использовании но наверное я такой бы не взял он не практичный мне он не нужен а вот с цельным кунгом полный привод вот это другое дело на нем и далеко можно поехать и всякое такое окей поехал я обратно отдавать автомобиль и будем торговаться я принял шопины 20 кольца ну все принял одна работа я его купил за двигатель был в багажнике нам этот автомобиль уже в Украине для войны мы его для военных поступаем мы его для военных поступаем мы их поступаем поэтому нам дешевле было бы и очень неплохо поэтому если можно как-то удешевить процесс путем того чтобы снять с него например везде самую ледерку мы ее распорим на расстоянии 6 и 3 6 и 3 6 ледерки без бампера без бампера нет без бампера не поедешь либо другой бампер надо или военный вот как есть за 6 и 3 6 и 550 6 и 550 да ну мы его не продаем мы его просто дарим мы его покрасим в пиксель мы занимаемся тем что мы готовы машины для военных и мы просто даем пиксель имеется ввиду это зеленый цвет с пятнами у парня есть колеса они не зимние они летние он говорит я их отдам вам поехали заберете окей сказано сделано и в дороге мы узнаем что у него есть розовая мечта ну не детство а юности он хочет буханку 452 УАЗ переделать на нормальный двигатель на нормальные мосты на нормальную коробку полностью его облагородить именно по этой причине он продает свой nissan и только лишь для того чтобы сделать сделать свое чудо сделать воплотить эти деньги в ту мечту которую он придумал вот это вот буханка то что не меряюсь хочет ее переделать от этого УАЗа останется только кузов и рама и все все остальное будет ставится с автомобиля сейчас покажу какого сейчас я обойду по кругу если оно будет все выготавливаться оно уже зачищено то есть в принципе кузов то не сильно и убитый можно сказать вообще не ржавый я не знаю сколько у него займет этот проект но сама тема зачетная то есть поставить его на другой двигатель поставить его на другую более комфортную ходовую это мега классная штука и сейчас покажу вон уже донор стоит вот с этого дискаря будет снять двигатель будет снята ходовая и поставлена вот на татуаз я думаю что я еще вернусь мне очень интересно посмотреть к тому же я типа начинающий джипер у меня первый всего лишь в жизни джип и я еще вот каждый день для себя как в этой теме открываю кучу кучу всякого нового и интересного будет просто наверно классно кто знает может я еще и прокачусь на этой машине вот такой вот кунг то есть это я понимаю задняя дверь он вешается из пластика сделанный а кто знает может мы следующий раз на наваре приедем без кунга и просто его прицепим и поедем а вот эти алюминиевые штуки это это от вышки строительные а я же просто вижу что еще как-то оно к автомобилям не могу понять куда оно приклеивается у вас тут просто колесный рай есть у них еще один автомобиль говорит мой друг собрал давай просто похвастаюсь привет она только прощает он преддверный у нас такое не нет не сильно идет дизель бензин 1,8 ну если интересно то через неделю приедете вы можете вайбер написать хорошую машину я вижу издалека эта машина она подготовленная вот под наших военных да с виду она хорошая да она запускается едет да она бензиновая которая в принципе не нужна многим но возможно где-то кому-то она надо но это будет точно не эта история и трехдверные машины по крайней мере те люди которые обращаются к нам берут крайне крайне редко поэтому этой машине мы говорим нет обошли торжественно вокруг познакомились собачкой спасибо до свидания купили навару навара хорошая навара хозяйская навара ухоженная и короче классная очень хорошая машина мы передвигаемся дальше сокмерги едем в сторону мариамполи смотрите l200 у перекупа который стоит шесть с половиной тысяч я очень верю что он нормальный по крайней мере по картинкам он на красавчик персик передание классно наверно у парня работа все прессует в контейнера вот этой вот штука хватает цветные металлы туда закидывает я так понимаю это какая-то металлобаза и все машины которые типа не подходят все идут туда потому что он куча колесных дисков куча всяких коробок я не знаю бидонов прочих цветных металлов просто караул привет блин рама ржавая и покрашенная дохлятина не воняет в салоне уже лучше ну да вот такой вот он ржавенький и снизу не сильно но есть ну окей давай запустим нормально так тут стоит новый радиатор еще и еще регенератор да? да новый радиатор регенератор да ремонтировать мотор 800 а что с мотором было? в торпине да и так да вот она я понял а что ж ты старое масло залил если ремонтировал? говорю что старое масло залил? нет что нет? ты посмотри на них нет 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 вопрос а как бы воды налил? тут дырка слабо надувает очень слабо дует но такое так что бы оно легко очень держится что тут насосом? насос механический ну хорошо здесь вот всего лишь одна фишка а не на сильную машину что с сиденьем? даже целая не разодранная в лохмуте это ж какой у него пробег 289 ну окей 289 и 289 лучший на подъемник его можно посмотреть здесь? я же просу да личинка замка замка личинка замка накрылась женским половым органом то есть она не работает да ё-моё нахер тут этот коврик столько селекона налили что даже ковры скользят но сцепление нормально сцепление нормально а? да 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 сайлентблока на коробке нету там сейчас это не кардан это сайлентблок на коробке ну кей попробуй заторгнуть ну да тут сайлентблоков нету но зато амортизаторы целые так а в какую заезжаю а вот здесь поюх куча колёвс куча всего ну чё я так понимаю у него новые тормозные диски колодки что то у него тормозная педаль очень сверху такая как надо ну и сцепление тоже хорошо руль не загрызанный сцепление руль тык-тык-тык авто с виду живой классный, хороший, интересный рама ну я понимаю что она ржавая и покрашена но насколько она ржавая естественно мы поймем после подъемника и проехав я понимаю что там нет сайлентблоков нет ходовой но если у этой машины есть рама двигателя коробка все остальное это такие недорогие копеечные вопросы которые мы можем починить итак едем на подъемник дает таможня добро чтоб можно было ехать на подъемник я думаю надо уже выскакивать ёпперный театр ё-моё снаружи она такая красивая это это вафли за 6 даст видос это не масштан ну нахер я думаю мы амортизаторов нету ну то есть как бы кожу ё-моё извините не будем трогать это такая же ситуация как с наварой повторяется вот его трогаешь и все л-200 тазик классный красивый обалденный рама машина когда стоит стоит ой извините хорошо а по факту заклинившие суппорта колесо хер провернёк обрубаны трубки ржавые рама уже сыпется реально сыпется лохмотья короче полный труб реально труб амортизаторы начали разбираться потихоньку пыльники вот такой амортизатор один вот такой амортизатор второй короче гнилой но я такой не видел еще если честно полная шляпа видео о том где живем как харчуемся прекраснейший стол уютненькое такое атмосферненькое место прям посреди металлобазы среди харчей двещая мы еще ехали по дороге ты прикалывался в рацию говорю парни вот с правой стороны самый конченый рынок в Литве тут одни говно а вот там вот стоит свалка автомобилей ну в смысле та которая уже готовится к распилу а вот здесь вот некромобили которые на СТО хотят восстановить и мы заезжаем сюда на эту металлобазу если с никогда не был ну это реальный некромобиль сплошное разочарование полный алис нехорошая машина нет рамы нету все течет суппорта заклинившая ну чтобы было понимание две за эту машину просто дофига несмотря на то что внешне она хорошая литовцы уже научились шпаклевать раму красить так что вот смотришь снаружи пришел и офигел до того момента пока не поднял машину на подъемник в общем эта машина нам не интересна я созвонился в конструкторское бюро с парнями и пояснил что слушайте друзья вот это была последняя надежда на сегодняшний день в Литве мы просмотрели все пикапы которые были в объявлениях ничего живого нету ни праворукого ни леворукого ни фига нету и естественно принимаем решение так как у нас есть один свободный водитель купить еще один автомобиль и пал у нас взгляд на Toyota Toyota 4Runner она старенькая на 98 года но там 3 литровый классный мотор по описанию последние 8 лет эта машина была в одних руках она постоянно обслуживалась по словам она хорошая ну в общем едем посмотреть потому что по телефону по словам у всех лучший автомобиль в мире и по другому быть никак не может ну как для мотора этот ролик бы натянуть как для мотора древнего то тут в принципе еще все и неплохо тут в принципе еще все и неплохо вот эту поменял енд хорошо ну плюс смотрю ролик натянуть надо потому что проскакивает надо этот потянуть генератор тоже новый это лайфхак это когда крыло получил сломало радиатор не родной ну как в другой машине видео особо не писал но у нас контраст вчера мы у заключенного покупали автомобиль сегодня мы покупали автомобиль у полицейского причем такой полицейский который в принципе штормит всех полицейских то есть он следит за работой полиции как таковой вот поэтому такой большой дядька я поэтому у него и не снимал особо потому что ну человек находится в чужой стране ну в смысле я я нахожусь в чужом городе я нахожусь вообще на чужой территории нас пустили во двор и там ну как бы сам двигатель я поснимал машину поснимал но снимать человека я как-то не стал добродушные классные литовцы прикольно спасибо машину оставили до утра предоплату оставили сейчас едем в гостиницу сейчас мы едем спать ночевать и завтра с утра мы заберем эту машину дает свой автомобиль зовут робертас он у него был очень много лет и он его отдается слезами на глазах я не знаю что сказать в этом случае но он его даже не хотел продавать вот сейчас он попросился в последний раз приехать со двора робертас не захотел говорить на камеру но искренне говорит ребят быстрее побеждайте потому что нам они тоже мешают забрали машину и как вы думаете куда мы поехали сразу же вот вот как только забрали правильно на заправку несмотря на то что литовцы очень добродушные и отдают очень много для украины но топлива все равно практически всегда остается с пустым баком или же где-то там на минималочках это в случае не исключение здесь точно так же грубо говоря горит красная лампочка сияет светит вот так будет правильно сказано но тем не менее все равно топливо заправлять нужно и ехать тоже нужно кстати о топливе вот за мной стела евро 86 вот такая прекрасная цифра кстати дизель здесь дешевый чтобы было понятно если на что бензин здесь евро 92 для сравнения в германии дизель стоит 220 а газ германии евро 20 поэтому поэтому цены на топливо ой 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 а ехать нам сейчас скажу до границы 600 тысячу сто километров еще двести километров нам нужно ехать до киева потом этот автомобиль должен ехать еще и еще и а с учетом того что в украине напряг с палевом я думаю мы будем заправляться здесь но не в литве а будем заправляться в польше полные баки и заливать в канистры но сейчас мы пока поехали дальше итак за эту поездку приобрели крайний автомобиль это тойота тойота фораннер эта машина старенькая это самый взрослый автомобиль эта машина девяносто восьмого года но у нее класснейший легендарнейший мотор трехлитровый кстати он с девяносто восьмого года даже не с девяносто восьмого он еще раньше выпускался и в последующем десятилетии этот мотор практически был без изменений таскал разные автомобили короче мотор офигенный дальше nissan nissan navara тоже машина просто кукла счастье я очень хорошая машина наверное даже вот эта машина лучше за эту поездку еще также был приобретен mitsubishi l200 синего цвета также был приобретен mitsubishi красный l200 чуть не сказал mitsubishi педжера спорт красненький хорошенький который сломался по дороге потому что у него стояло сцепление валю друзья джиперы тех кто ездит на больших машинах да и в принципе вот сцепление валю это самый мрачный кошмар который может быть что осталось от этого сцепления я вот сейчас сюда прицеплю картинку девочка саша ехала ехала приехала достали с коробки вот это это сцепление валю да так иногда бывает это то что не нужно ставить и наверное все за эту поездку а Mazda bt50 это вообще интересный автомобиль то есть у него полуторная кабина но на мое понимание это вообще самая удачная кабина потому что выбегать из этой кабины за счет того что нет боковой стойки вообще настолько легко вот если сесть например в nissan на любой четырехдверный автомобиль неважно nissan это неважно toyota неважно что то еще если есть боковая стойка сзади выбегать неудобно особенно когда здоровые парни в амуниции сидят вооруженная до зубов то когда нет боковой стойки просто выпрыгиваешь и все лично я протащился от этой Mazda красавица и на данный момент эта Mazda до сих пор живая слава богу бары здесь просторы дают люлей русским вот такая вот была поездка вот такие автомобили были приобретены ну а мы поехали дальше в сторону домой построили окружную новую по которой я еще не ездил ну как новая новая она в том формате что ей уже около года но я не ездил по той окружной в смысле несколькими машинами так вот сейчас мы сделали на хитрейшую хитрость и угадайте кто выиграл то есть я поехал через город по привычному пути а парни поехали через окружную так вот внимание вопрос как вы думаете кто приехал первый напишите об этом в комментариях а я потом к концу видео скажу кто уже приехал первый парни уже прошли вот один автомобиль вот второй автомобиль а наши девчонки уже уже в киеве что одна что другая одна вчера приехала вторая сегодня а мы сейчас будем лететь успевать до киева в бак до полного то есть мы в польше перед границей задулись до полного не до отстрела а так чтобы аж по самые вланды по самому еще чуть-чуть и будет выливаться проехал я без малого 200 километров ну 168 если быть точным и все 43 литра бензина кофте а теперь друзья считайте какой расход у бегемота ну это я к тому что когда вы говорите что 300 евро за доставку автомобиля это дорого друзья это стоимость даже не покрывает обратной дороги ну то есть надо приехать туда забрать автомобиль и приехать обратно сейчас я говорю допустим о коммерции так вот когда мне говорят что 300 евро это дофига по топливу друзья езжайте за автомобилем самостоятельно а вот моя лошадь пьет очень классно 16 17 литров бензина когда у него на хвосте висит 2 тонны веса как хотите так и считайте вот такая вот арифметика простая до ужаса ну если вы думаете что каким-то гольфом с расходом типа 4,5 можно потянуть 2 тонны то я вас хочу предупредить что можно запросто пристроиться за перевес на ни много ни мало 10 тысяч злотых стоит перевес я вот сейчас езжу на грани то есть я выбираю автомобили которые ну вот плюс-минус там самый крайний случай у меня был 25 килограмм и был бы перевес и вот я по этой линии хожу я считать умею я понимаю и плюс моя машина дофига весит поэтому если нужно тянуть автомобиль понимаете что тянуть автомобиль не нужно тяжелой машиной вот многие люди говорят а у меня типа вектра сейчас поедем возьмем какой-нибудь посад и все будет классно посчитайте массу а перед тем как считать массу получите категорию е потому что без категории е будет штраф 500 злотых ни много ни мало а сейчас практически у всех смотрят водительское удостоверение поэтому будьте готовы друзья и вот приезжаем мы в киев приезжая на наши две дружественные сто где назовем так база бандеромобилей как мы ее называем между собой где автомобили обслуживают меняет им ходовую меняют моторы меняют чинят в общем все делают лампичат красят в пиксель мы приезжаем и охреневаем хотел бы сказать несколько слов о наших военных причем военных не тех парня которые напередки а те которые обычные конторные крысы которые сидят в учреждениях которые подписывают всякие документы почему я говорю так дерзко и борзко борзо я вам сейчас покажу то есть меня в стране не было 10 дней и за эти 10 дней не выдано ни одного автомобиля почему не выдано потому что наши люди которые сидят в в кабинетах вот эти вот военкомы принимающие решения начинают рассказывать о том что друзья вот здесь вот нам буквочку измените а вот здесь вот уберите слово легковой автомобиль я говорю слушай он что грузовой ну нет но напишите слово пикап в определении в техпаспорте есть там либо он грузовик н1 либо же он пикап м1 либо же он легковой автомобиль м1 и короче вот из-за таких вот затырок мы не можем парням напередок отдать автомобиль здесь стоит добрый двадцаток автомобилей причем здесь стоят машины вот этот вот мной лично привезен и вот это установлена под пулемет штука сверху лично недели три назад и до сих пор его не могут выйдет потому что они хотят свой какой-то блин мировой акт передачи поставьте вот этот машину за одну гривну ребята хрен вам с левой резьбой вам покупаешь автомобили пожалуйста вот сейчас я скажу так мы устанавливаем лимит по времени вот если вы не вовремя от при 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 блин аж речь ломается вот если вы не вовремя будете выдавать документы необходимые для того чтобы парням перевести поверьте желающих вот так большой вагон и маленькой тележки и те парни которые сделают очень быстро документы их будет много поэтому вот чтобы не было такого срача ну машин дофига то есть здесь вот это только стоит в ремонте потому что она была перевертыш ее сейчас как-то восстанавливать все остальные автомобили нужно раздать ну естественно кроме вот этого и кроме вот этого это личный автомобиль не скажу чей а то автомобиль лично мой так вот друзья те которые сидят в погонах пожалуйста дуплитесь принимайте быстрее решение подписывайте акты приема передачи и выдавайте во время письма потому что из-за вас вот эти вот автомобили стоят вот здесь у меня все так что впереди еще очередные поездки за автомобилями и они будут и в ближайшее время еще будет не один выпуск их еще будет большое достаточное количество всем огромнейшее спасибо друзья реквизиты как обычно внизу всем огромное спасибо ну а с вами был Николай Тарануха Киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока пока и еще раз огромное спасибо за ваши донаты особенно парни на передке вам не только на передке потому что они меняются первая нулевая вторая линия неважно все они максимально близко не пускают врага сюда почему я этим занимаюсь частый вопрос мне задавают легкое отступление друзья вот лично я не хочу чтобы русские неважно русские кто угодно ну в данном случае русские ну хотя от русских там остались одни киргизы буряты и прочие национальности неважно россияне назовем так чтобы они пришли сюда рассказывали что мне делать ставили меня в неудобную позу я этого не хочу точно вот поэтому я этим занимаюсь все на сегодня все пока я пошел ты мне сейчас как понесет расскажу почему ландыши в пакистане не посмотрю даже на то что и обещал не матюкаться